здорово ну что тут большие перемены грядут в общем все-таки решил я продать известковый карьер потому что прибыли он ни хрена не произне приносит не производит в общем подписала документы продал там одному человечку ну и все в общем приехал я за остатками тут у нас немножко осталось вот заберем пусть будет нам еще поля тру-ля-ля всякие посыпать и тому подобное и у меня есть еще один сюрпризик вот ну что ж поехали в общем купил я что чтобы нам зимой было чем заниматься купил я свиноферму и заказал прицепчик сейчас поедем за прицепом в магазин и будем завозить свинюшек будем завозить ему корма воду все остальное так что у меня есть еще некоторые планы но это пусть будет тайна на следующий раз небольшая такая в общем куда нам пристроить тот рапс который мы с поля собрали и кстати я уже решил на зиму засеять озимый лен оказывается можно на зиму лен посеять так что мы на поле которое возле дома посеем лен вот и все вот и чудно так что у нас теперь теперь делами прав не в проворот как говорится не мере надел сейчас еще надо подумать сколько там свиней будет я уже был на ферме все там нормально все документики подписали все пучком конечно ферма не европейского образца вся такая занюхана несчастная но ничего не поделаешь какая есть по крайней мере тут в этом районе это единственная ферма свиноферма и мне еще конечно интересной коровки но с коровками я думаю мы чуть позже разберемся потому что коровки это очень хлопотно это нужно моносмесь готовить а для того чтобы ее готовить надо кучу всего и сена и солома и трава и как его там силос и все на свете в общем до силоса это наверное может быть на следующий год если нам повезет хотя не знаю где мы будем брать деньги на все это потому что сама ферма то денег стоит плюс коровы плюс все остальное надо заготовить а чтобы заготавливать сено траву там или кукурузу тем более если сеять на силос то это вообще жопа полная потому что кукурузу нам убирать нечем это надо к а как нечем слышишь есть а и на ее не надо убирать ее наносила с этим силосным комбайном убирать поэтому надо купить будет силосный комбай короче столько всего что пока я коровах не думаю хотя это довольно интересная штуковина коровы поэтому было бы неплохо было бы неплохо вот но пока что пока что мы позволит себе это не можем мы пока со свиньями немножко разберемся это тоже выгодное дело довольно свинки так а что тут что поменялось кто тут уже куролесил для никто не куролесил не что-то что-то пошло не так по моему ладно давай щас мы тогда этот прицеп туда засунем сейчас от эту псы колку передвинем потом ну не потом а сейчас перед ними я ладно потом передвинем нахер она нам сейчас пока не нужна так отлично все ну что летим в магазин летим магазин подожди нам надо будет еще что еще бочку да так забираем бочку тогда для воды наверно мы туда сразу перевезем бочку для воды все подключили берем тогда с этого федю с собой берем федю чтобы тарабанить и бочку это и все и третье десятое федор федор садись короче будешь работать или не будешь что произошло федор ты будешь на будет все а то я уже думал он не хочет работать поехали сеть короче видишь ну поехал едем в магазин едем забираем прицеп едем на к перекупщику животных покупаем немножко свинюшек за водичкой водичка слышишь а водичка то что как с водичкой федор федор что случилось федор федор в чем проблема федор не хочет ехать что-то у него трактор за это не едет а что случилось все чуть-чуть все федь вот тут надо жать туда жать сюда жать короче ехать все нормально не не волнуйся поехали что-то федор короче это перепутал педали в общем то какие планы у нас ладно в громадье надо что-то делать со свиньями там чтобы федор ты едешь нет что с тобой за беда сегодня я трактор то быстрее чем мой по идее а он вклинилась какая-то волны ну ладно хрен бы своей волны так подожди на чем мы остановились мы остановились на том что сейчас едем в магазин забираем прицеп для животных едем вместе с федей на этот к перекупщику животных там закупаем несколько свинюшек для начала и везем потом ищем где бы нам воду достать вообще и нужна ли она эта вода как в смысле не нужна мы точно знаем что нужно а надо ли где-то ее искать или там как ну в общем что-то решаем вопросы с водой решаем вопросы с кормом но пока пока я подозреваю что придется закупать корма потому что производить корма самим как бы вообще без вариантов тупо потому что но нет ни продукции не смесителя кормов ни хрена нет в этом вот есть небольшая проблемка как небольшая большая поэтому мы пока будем закупать корма во пригнали уже прицепчик отлично то что надо ждем федьку федька ядрена вошь ты где там короче волга какая-то вклинилась он не хотел обгонять вон несется несется смотри аж пыль столбом стоит охренеть стрине въять федька ты ой кусок куска выходи короче так в общем забираем вот эту шляпу камара интересненький такой прицепчик с европки пригнали к сожалению наших тут нет ни хрена ничего такого так что подключили провода шланги отлично ну что ж едем тогда сейчас запек перекупщику едем к перекупщику и потом будем решать вопрос с водой сначала затаримся затаримся так федька ты теперь на этом поедешь все у тебя в баню тот помедленнее может немножко мне не немного но немножко медленно так а сейчас мы поедем помчимся к этому к перекупщику животных так он там едет нет надеюсь и не едет что опять у него там сломалась задолбал уху шатево дятлы так давай паркуемся тут ну что с тобой не так мы ядрена твоя вошь мой мамин водителя все надо разжевать да в рот положить ну что за беда с тобой давай паркуйся новый прицеп мать и одна беда с этими работниками хоть вот вот не знаю поджопников бы надавал да блин нельзя взрослые мужики все ну вроде едет вроде едет ладно сейчас короче в общем это целое приключение будет туда доехать этих свинюшек купить все это с этими федьками разобраться и димонами и светками и всеми так мадам прошу вас проходите пока сеть к 5 ехал да ну вообще балбес короче погнул уже и трактор и бочку и новый прицеп но короче без зарплаты сегодня такой сегодня я думаю что в ближайшие пару месяцев без зарплат так а мы подожди мы по моему проехали да блин по моему мы проехали реально да по моему мы проехали поворот так этот шумахер мамкин вроде летит так заезжаем сейчас мы купим немножко свинок интересно почем они там эти свинки то открывайте спасибо так в общем ты этот молодой человек давай-ка ты пойди покури пока мы сейчас трактор тут развернем сейчас разберемся со свинками документики туда-сюда все оформим на поросят и поедем пока заглушим так что у нас есть что у нас есть а стоять открываем прицепчик отлично отлично так знаете что дайте к нам дайте к нам свинок пожалуйста свинок есть у нас четыре вида до йоркшир это у нас порода свиней известная как порода маток является очень быстро растущим животным но для ее первоначальной покупки требуется большой капитал ну да по тысяче ни хрена себе так гластырская пятнистая старая пятнистая медленно растущая порода но и достаточно дешево очень выносливые отлично подходят для начинающего фермера да но медленно растут много будут жрать медленно расти в общем непонятно так просто пятнистая известная своим качеством туши растет относительно быстро и может быть куплено за скромную сумму но не то чтобы очень скромная по 700-то ё-моё так и бергшир бергшир быстро растущие животное для покупки которого требуется огромное количество капитала смысле известен своим ароматным мясо знаешь что я вот даже не знаю вот давай мы пятнистых возьмем немножко да они вроде как быстро растут а потом еще возьмем бергширов все равно нам два раза есть давай раз два три 4 5 6 7 все 7 ну выходит 5000 почти но хрен с ним ничего страшного так свинюхи как у вас там дела нормально да отлично все красавицы закрываемся отлично надеюсь вам там не просквозит ну что выдвигаемся выдвигаемся включаем маячки до включаем маячки то мы едем с живым грузом вот так федьку садим сюда пусть тарабанит бочку с нами потихонечку поехали феодор феодор поехали свинки вот поздравляю мы теперь свиные магнаты в общем были мы магнатами этими скажи скажи известковыми но недолго очень недолго мы пробыли известковыми магнатами теперь мы свинячьи магнат и так а как бы нам попасть туда к свиньям то так вот кстати мыслишь сейчас если поедем вот так вот так вот так вот так тут всякими а можем в принципе сейчас направо потом сразу налево вот тут и потом разберемся так вот тут как-то околотными путями где-то тут проезжаем потом вот сюда по моему надо так а где феодор феодор несется только не въедь там свиньи еханы ты бабай так едем сюда куда дальше теперь по моему вот сюда а ну с жпсом сверимся да во кстати слышишь а может тут в этом пруду набрать воды сразу или она наверно не подойдет но если что потом сгоняем а возле свинарника кстати по gps у есть еще озеро там нет так сейчас налия направо потом налево отлично сейчас направо потом налево так потом налево и все и нормально и уже почти у цели очень хорошо а вот с водой до вопросик будем решать но посмотрим может быть трубопровод проведем чего вот это вот детский лепит этот туда-сюда и лозит бочки то 2020 год на дворе что-то тут прям какие-то дебри это что у нас это у нас тут овечник да по моему а где наша свинарник свинарня по моему вот сюда ближе я уже тут позабывал тут даже знаки какие-то стоят 10 кимичи так отлично открываем а маша дверь да вот пожалуйста вот наш свинарник свежеиспеченный свинки тут у нас животно-отческое хозяйство молокова так 5 5 ты пока отдохни покури с этой бочкой тут где-нибудь встань сейчас пока нам нам пока не надо отлично сейчас будем выгружать свинок будем выгружать свинок а подожди стой 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 нам живут сюда назад надо сдать да вот сюда вот так маячки в принципе уже можно выключить так отлично открываем поросят ну что свинюхи приехали так селфи со свинками отлично разгружать разгружаем да по моему да отлично ну что это кстати годовалые поросятки так перемещаем ферму отлично подтвердить во во что жопы пятнистые принесете мне прибыль когда-нибудь я надеюсь что да так что мы имеем в итоге смотрим планшетик имеем воды у них 200 а водички у них чуть-чуть есть нам нужна солома кукуруза пшеница ячмень соевые бобы канала подсолнухи или корм расчетное количество пищи 7000 литров в год они будут сейчас вот всего лишь все семь свинюшек будут 7000 литров охренеть вот жирновато конечно жирновато так а что у нас по воде где у нас вода так это у нас тут сухой навоз жидкий навоз я вас понял водичка водичка где так это у нас тут соломы сюда загружаем я вас понял а куда в вода-то выгружается что я уже все забыл что вы орете морды что вы орете так ага тут в общем трубы надо переделать окей так вызовем в общем сантехника или кого там он это все переделает тут переставит пока у них там что-то есть водичка отлично отлично ну что в принципе трубопровод проведен единственное там переварить надо немножко и все и что нам надо и нужно и нужен корм так а корм у нас по каталогу короче по каталогу корм стоит у нас тысячу долларов за тысячу литров это получается нам чтобы в год прокормить этих свиней надо 7000 долларов да ну мы то еще поедем еще за свинями мы то еще за свинюшками поедем поехали быстренько сейчас сгоняем за свинками так а как то отсюда выехать можно вот сюда вот так вот или нет на кольцо я выскочу интересно вряд ли я конечно выскочу это придется через коровник ехать да а через коровник ага ну в принципе можно через коровник на в общем дорогу тут выучить куда нам ехать пусть извинят но коровник заброшен поэтому как бы вообще пофиг вот кстати его по дешевочке мы наверное и выкупим потом все тут заброшено все это похерилась уже давно как ты знаешь как они любят все это местные пацаны девчонки тут все это похерили все бросили все распродали разворовали и все но ничего мы тут приведем все в порядок я надеюсь сделаем из этого района топовый район ну в общем лучший животноводческий район лучший не знаю по производственные района то все по забрасывали все похерили к чертям собачьим не знаю ходят только вот это груши околачивают нихера не делают о ну бывает бывает редко ну как редко везде бывает все время такая жопа тут у нас а где у нас поворот я опять сейчас пропукаю поворот вот по моему тут вот возле церкви поворот да сейчас купим я хочу еще 7 черных свинюшек купить хорошо что вода не нужна нам получается тогда что бочка бочка по стоку по скоку но мы ее можем не продавать мы можем ее как бы оставить для коров на потом так ребятки а загрузите мне пожалуйста сейчас откроется ребятки а загрузите мне пожалуйста еще вот беркширов 7 штучек ага пацаны по 0,2 года быстро растущие животное вот вот по моему самое отличное вот у нас пятнистые будут мамки вот видишь это самочки вот будут нам приносить в этот приплод а беркширов будем выращивать чисто на мьяса ну и отлично подтверждаем ну шо пацаны подожди в смысле а где седьмой где наш седьмой пацан беркшу седьмой так не догрузили седьмого все догрузили отлично закрываемся включаем мигалочки так все не выпадет никто там поехали я вот думаю что что было бы логично было бы логично подумать насчет мясокомбината раз мы занимаемся поросятами это было бы крайне логично так что мы наверное над этим крепко подумаем но не забываем держим в уме что у нас еще 30 тысяч литров есть канолы которую можно или просто так продать или переработать но чтобы ее переработать есть два варианта по крайней мере то что я узнал ее можно или в топливо переработать соответственно ну топливо продать или заправлять свои трактора технику или переработать в масло в рапсовое масло и просто его продать то есть вариантов грубо говоря три да то есть просто продать канул нахрен потом сделать кануловое масло и или сделать топливо так а я не помню по-моему сюда да сейчас будем дорогу изучать заодно ну дороги тут конечно жесть может быть когда нибудь мы сильно разбогатеем и тут проложим асфальт или хотя бы щебенка тут не вариант она сейчас всплывет по дождю вот в общем тут асфальт надо прокладывать но я надеюсь что мы забогатеем прям вообще нереально когда нибудь обязательно надо с этим как-то решить вопрос с богатством вот и все будет пучком так свинки прибываем прибыли почти сейчас мы вас будем выгружать так что ой 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 что то пошло не так давай 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 отлично разгружаемся пацаны пацаны выходи выходила на берег катюша так вперед и того у нас получается 14 свинок а ну-ка где вы там ага черножопики и пятнистожопики отлично ну что ж морды с розетками будем теперь вас растить и потом прощаться с вами к сожалению ну хотя с самочками мы вряд ли будем прощаться свинюхи нам будут рожать до изнеможения до изнеможения а вы пацаны походу поедете на мьясу в общем такие вот радостные для нас печальные для свиней но ничего не поделаешь жрать хочется богатеть хочется поэтому чем то надо жертвовать ну что ж а на этом будем прощаться до встречи в следующей серии посмотрим что у нас тут будет со свинюшками нам еще тут немножко посуетиться надо привести им корма дождаться сантехников и землекопов чтобы перекопать перелопатить эти трубы вот поэтому подписывайся на канал обязательно если еще не подписан влепи лайкосик как ты умеешь со всей дури прям и постучи в колокольчик чтобы ничего не пропустить нового все полезные ссылочки в описании там дискордик есть так что подключайся я буду там выкладывать какие-то свежие новости по ферме и моды свою сборку модов буду тоже там обновлять и выкладывать так что сможешь скачать еще в дискорде сможешь найти себе кого-то с кем поиграешь в любимую игру или в АТС, ЕТС, в любой симулятор или в нашу любимую ферму все пока пока до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok